Футбол в Самаре Больше чем футбол Футбол в Самаре Больше чем футбол Футбол в Самаре Больше чем футбол Здравствуйте Какой бы ни творился произвол Футбол в Самаре Больше чем футбол Этой заставке уже восьмой год 2004, 2005, 2006 Мы помним Гаджи Муслимыч и Гаджиевой Матью Бута и Андрея Гусина И эта заставка продолжается Гаджи Муслимович по-прежнему с нами Сегодня на южной трибуне Гаджи Гаджеев Главный тренер футбольной команды Крылья Советов Добрый вечер По традиции у вас коллекция шарфов Южная трибуна Совсем свежий номер Журнала Самарские судьбы Да будет время Я не знаю Если будет время Гаджи Муслимович Гаджеев У нас в гостях Микрофон Спасибо С праздниками вас прошедшими Да и Да и самое главное С 9 мая Говорит, говорит Да, он говорит для телезрителей А здесь он не усиливает Главное с 9 мая Наша передача выходит Будет Да и телезрители нас увидят За три часа до матча Со Спартаком Гаджи Муслимович Вы после приезда Первый раз пришли После Мордовии Да, был печальный матч После поражения только и приглашаются Да, но после этого Да, но после этого Был матч с Зенитом Который мы могли И должны были не проигрывать Да, потом была Очень хорошая серия матчей Да, Рижиналь Гаро Я вот такой так Отчет перед вами После Он пообещал Одному из наших болельщиков Забить мяч И он забил Этот мяч Да Бенуан Тоже забил После передачи Тоже обещал Да, тоже обещал А потом Неделю мы не виделись И вот я думаю Что одна из причин То, что команда Да, 80 минут Возвращалась к себе В матче с Динамо Да, вот Может быть То, что мы не встречались Во всяком случае С болельщиками Не, а почему 80 минут? Мне кажется Несколько раньше Где-то С 70-й С 65-й По-моему Как забили С 65-й Ну, все-таки Там команда заиграла Но последние 10 минут Стало ясно Что мы могли Вполне играть с Динамо Даже с командой Которая, да Лучше укомплектована Сыграна Организована Можно любые комплименты Говорить В адрес Динамо Да, но последние 10 минут Было ясно Что можно было бы Вполне играть Да, и Момент, который Не использовал Ну, трудно сказать Что не использовал Луис Кабальера Да, там такой Динамичный момент Ну, рвать начали Да, там до 3 момента Возникло После вот Восьми моментов Динамо Как вы Пережили? Вот после Мордовии Была такая легкая Какая-то скрытая Паника внутри Вот у болельщиков Там У меня После матча с Динамо Почему-то Как-то вот Такой дрожи Страха, тряски Нет Вот как Вы справились? Я считаю, что Мы проиграли Динамо Не столько Динамо Выиграла у нас Конечно Каждый соперник Каждая команда Играет Настолько Насколько Позволяет Соперник Да, видимо Мы Нам не давал Видимо Соперник И в то же время Мы слишком многое Позволили Сопернику Мне кажется Что мы в обороне Провели Один из худших Наших матчей Вот Сегодня Мы анализировали Эту игру Достаточно долго Вот Очень самокритично И Я думаю Что все Или почти все Игроки Согласились С тем Что Слишком уж Ну Вольготно Мы играли В обороне Да Но когда Какие-то В атаке Присутствует Какая-то Импровизация Это хорошо Это на пользу Да А когда В обороне Значит Допускаются Вот такие Вольности Это конечно Никуда не годится Это Любительский вариант Это не профессиональный вариант Давайте посмотрим Фрагмент этого матча Да Матч состоялся Я думаю Что игроки Помнили Да Сразу после Дня рождения Крылья Советов 3 мая Был день рождения Да Команда вышла В майках С днем рождения КС Да Мы Будем разговаривать Да Идут кадры Вот такое Поздравление От фанатского сектора Гаджи Музлимович Вот Чем Чем вызван Вот Да Тот Я не знаю Как это назвать Вот Некий Да Страх Страх ошибки Да Вот то Что было Помимо того Что в обороне Вот такая Была Да Нервозность И согласованность Мы видим Да Не засчитали Гол Но тоже Да Не Ну Здесь Не засчитали Совершенно Справедливо Курани Он Регулярно Нарушает Правила Особенно При стандартах Вот И вот сейчас Он тоже Толкает В спину Таранова Руками И Это Совершенно Справедливо Не засчитан Гол Ну А здесь Надо было Сближаться Ами Сулашвили Ему не надо было Такой зазор Сохраняет Между игроком Между Джуджиком И собой Но это В конечной стадии А в начальной стадии Там обрез Барана Ну это вот То о чем мы говорим Здесь этого не видно Коробьева Да Там не просто обрез Там грубейшая ошибка Это вот то о чем Я вам и говорил Что Здесь еще Чиркнул мяч Об колено Да Ну и таких Обрезов Ошибок Да Было в первом тайме Достаточно Были моменты Вот мы видим Да Вот Еще один В режиме Гаро Здесь опять Та же ошибка Тоже нужно Сближаться Не надо бояться Идти В борьбу Даже если Перед тобой Игрок Такого Высокого класса Безусловно Высокого класса Как Курани Да Почему команда Как бы Тем не менее Динамо играл На контратаках Но крылья практически Не атаковали Да Боязнь Ошибки Атаковать Почему не атаковали Атаковали Достаточно Много Вот Здесь Опять же Таранова Ошибка Она в конце Она может быть И серьезная Но до этого Тоже Там 4 человека Играет Против одного И дают Ему Подать Поэтому Я и говорю Что Перед этим Был момент Когда он там С двух метров Ударил В перекладину Да так же Игроки Выдергиваются Причем у нас Было большинство Игроков И вот мы видим Да Вот То есть Искупление Ивана Таранова Хороший гол После этого Вдруг выясняется Что вполне Могли играть Я говорю Почему не атаковали Не после этого И до этого Было совершенно Очевидно Что Мы можем Играть С ними Достойно Не так Как играли А достойно А вот Это все Это же Ну здесь Он рукой Подыграл Себе А вот Это все Ошибки Которые Здесь Были Это Не Как это Говорят Не Не вынуждены Ошибки Понимаете Нет Мотивированные Может быть Игрой Соперника Но Не вынужденные Да То есть Он не вынуждал Тебя совершать Такие ошибки Не заставляли Тебя Такие ошибки Совершать Режинар Гаро И Стадион Аплодисментами Провожал За эти минуты До этого Был момент Когда С углового Да Была скидка И да С метра Луис Кабальера Бил Но там Бросился По хоккейному Сапета Под мяч Что я имею ввиду Как бы не атаковали Такое ощущение Даже получая мяч Простурка Игрок получая мяч Он очень долго Принимал решение Нет Здесь То что Динамовцы Были быстрее Это правильно Вы говорите Они успевали Возвращаться Назад Они Выстроили Достаточно Хорошо Организованную Оборону У своих ворот Они так и играли Они играли Изначально На контратаках И они играют Так Ну практически Большую часть Своих матчей Да Или большее время В своих матчах Они так играют Так они Выстраивали Так Выстраивали Петреско Так Строит Эту модель Да Мы атаковали Другое дело Что они у нас Не получались Эти атаки Мы гораздо Больше владели Мячом Мы чаще Находились На их половине Поля Но Я не могу Сказать Что я этого Очень хотел Да Я не могу Сказать Что я на это Настраивал Я на это Не настраивал Я не настраивал На то Чтобы мы играли Вторым номером Но я и не требовал Чтобы мы прессинговали И отнимали мяч На той половине Однако Мы с первых минут Старались Старались Именно прессинговать С первых минут Подвинули Немножко Соперника К своим воротам И Может быть За это И поплатились Нам лучше было На самом деле Против такой команды Как Динамо Против Петреско Вообще Всегда лучше Играть вторым номером А вот Психологический момент Это Что такое Да Ну это Такая фраза И все говорят Психология Но вот это было видно То о чем Команда Каждый игрок Очень долго Принимал решение Боясь Сделать неточную передачу Это влекло За собой Неточную передачу Или отбор мяча Да несколько раз Ангва Получая простор Он все-таки Останавливался И ждал партнеров Понятно было ощущение Что команда Ну это тоже слова Перегорела Вот Как вы анализируете Вот это состояние Когда команда Не может играть Просто в свою силу Ну Вот То что касается Долго принимали Решение Долго принимается Решение Когда позиции Закрыты Чаще всего Так происходит Долго принимается Решение Тогда Когда Не совсем Готова Команда Но В данном случае Физическое состояние Команды Было Вполне Приличным Наверное Выше чем у Динамо Что показала Концовка Да И вот Отчет Статистический По работоспособности Физическом Он тоже об этом же Свидетельствует Мы Передвигались И быстрее И Больше Больше Чем Динамо Вот Сложно сказать Как бы Это соотношение Отрезков Пробегаемых Сложилось Если бы Например Мы вели бы Да В счете Там может быть Было бы по другому Кто его знает Вот Но тем не менее Это как раз Свидетельство Того Что Состояние Было Ну Будем так Говорить Нормальным На достаточном Уровне Для того Чтобы Конкурировать С Динамо Вот А вот Психологическая Подготовка Она Действительно У нас Оказалась Ну Несколько Хуже То есть Мы Больше Гораздо Боялись Соперника Чем он У нас Да Он действовал Гораздо Более Уверенно Хорошее Выражение Если ты Напуган Ты наполовину Бит Да Вот Хорошо Известно Что Если Спортсмен Находится В состоянии Боевой Готовности Он в состоянии Показать Свой Максимальный Результат Если он Не находится В состоянии Боевой Готовности Да По каким-то Причинам То есть Физическое Состояние Нормальное Но он Боится Или Чрезмерно Волнуется То есть Или стартовая Лихорадка Или стартовая Патия Спортивные Термины Да То тогда Он не в состоянии Показать Свой максимальный Результат Вот Очень много И в моей практике Встречается Футболистов Которые Очень хорошо Играют По вторникам Да И гораздо хуже Играют По воскресеньям То есть На тренировках Во вторник Играют Прилично Очень А В воскресенье У них Игра Не складывается Значит Эти Это в профессиональном футболе Это давно известно И Такие Игроки Ну В обиходе У нас Называются Вторничными То есть Игрок Который Обладает Определенным Потенциалом Высоким Но не может его реализовать Есть другие Футболисты Которые Наоборот Казалось бы И играть им нечем Однако Когда Выходят На ответственные игры Они В состоянии Демонстрируют Гораздо больше Чем Они Демонстрируют На тренировках Вот Поэтому И В спортивном выражении Еще много Много лет назад Родилось Выражение В футболе Родилось выражение Что Нет характера Нет футболиста Вот Ну я не могу Сказать Что Те Кто Выходили На поле С Динамо Они Не обладают Они Именно Они Не Не могут Владеть Собой Да Что это касается Там Большей части Я так не могу Сказать Я могу сказать Что есть ряд Футболистов Которые К сожалению На сегодняшний день У нас Не в состоянии Управлять Своими эмоциями Неустойчивая психика Неустойчивая психика Но это Тот Компонент Который Не могу сказать Что однозначно Тренируется Но который Частично тренируется У некоторых Тренируется Это безусловно То есть Воспитание Характера Это вещь Обыденная В спорте Другое дело Что есть Значит Есть такие ситуации Когда Ну Исправить уже Ситуацию Невозможно Невозможно Повлиять На игрока А бывают И другие Ситуации Когда Футболисты В результате Достаточно Продолжительной Тренировочной Работы И Общения С Тренером С игроками Там Он Куда лучше Начинает Владеть Своими эмоциями Я же Мусульмей Я знаю Что очень много Общаетесь Мы знаем Ожидая вас Приезда Понимая И после матча С Мордовией Очень важна Динамика Матч с Динамой Так сложился Вы ощущаете Эту динамику Состав сейчас 11 игроков Выходит Стив уезжал И выпал Но фактически Стабильный Стал состав Это от того Что Всего У нас Может быть 11-14 Игроков Или вы Ощущаете Динамику И вот Костяк команды Образуется Из игроков Которые Понимают И преодолевают Вот эти все Психологические Динамика Мне кажется Безусловно Есть Я Гораздо Больше Уверен Сегодня В Крыльях В своей Команде Нежели Это было Например В первых Турах Да Вот Хотя И там Были неплохие Матчи Во втором Туре Уже Ну Это 21-й Тур На самом деле Мы Играли В Анжи Играли Хороший Матч Вот Но Все равно Вот Несколько Позже Уже Там Где-то Может быть После Питера Я Почувствовал Что Эта Команда В состоянии Противостоять Любой Команде Премьер Лиге Там Результат Может быть Разный Но Она В состоянии Играть Достойно Да Будем так Говорить Проиграть Можно И Одной Команде И другой Но Важно Чтобы Вот В этой Борьбе Ощущалось Ну Хотя бы Такое Ориентировочное Равенство Сил Да Вот Такое Примерное Равенство Сил Я видел И в Питере Несмотря На то Что Зенит Безусловно Более Сильная По потенциалу Команда Вот Это же Мы видели И В матче В Краснодаре Вот Это же Было И в матче С С Алани С С С Да С Вот И это Я почувствовал Тогда Когда Мы стали Более надежно Играть в обороне Все-таки Если Не выстроена Оборона Если нет Фундамента То И игра Команды Становится Ненадежной А Самое Главное Для достижения Результата Это Надежные Действия Команды Вот И Если Ориентироваться Ну Например На теорию Игр Да То Чаще Выигрывает Тот Кто совершает Меньшее Количество Ошибок Вот А мы Слишком Много Совершали Ошибок И Это Не давало Такой Уверенности И Вот Сейчас Вот Этот Провал Который Случился Я все-таки Считаю Что это Провал Вот Матчи С Динамо Хотя Мы Вроде Проиграли Там 2-1 Проиграли Команде Которая Там 12 уровней Проигрывает Которая Играла Ну И С Лидерами Совсем Недавно Так Вполне Может быть Я бы сказал Что Динамо Обладает Не самым Большим Потенциалом И сильным Составом Но По цельности Игры Может быть У них Была Самая Цельная Игра В Премьер Лиге И вот Казалось бы Можно Проиграть Этой Команде Но Ничего Зазорного Нет Но Я считаю Что это Провальная Игра Потому что Мы Вот Именно В обороне Сыграли Ну Сверх Нормы Ненадежно Что ли Но Так Нельзя Играть В обороне Как мы Сыграли Почему Это Произошло Ну Первую Причину Мы с вами Разобрали Это Такая Психологическая Что ли Неустойчивость Или Как Говорил Переконцентрация Это называется Ну Иногда Говорят Что Вот Ответственность Давит Да Такое Выражение Оно В принципе Приемлемое Оно Ею часто Пользуются В обиходе Тренеры Чтобы Не Ну Не давить Игроков Что ли Игроков Тоже нельзя Чрезмерно Придавливать Критикой Потому что Они После этого Начинают Чувствовать себя Еще более Неуверенно Вот У нас Такие Провальные Игры Были Например В четвертом Году И после этого Мы Там В целом Ряде После целого Ряда Матчей Вообще Не делали Никаких Разборов Забывали Просто Договаривались Что мы Забыли Эту Игру И говорили Только О позитиве Но Сегодня Не такая Была Беседа У меня С футболистами Сегодня Была Достаточно Жесткая Такая Оценка Оценка Их Действий На поле Жесткая Оценка Была Вот Но При этом С поддержкой Там Фрагменты Показывал В которых Было Видно Что Качество Игры Вот Отдельный Фрагмент Если взять И показать То Видно Что Это Играют Две Команды Достойные Друг Друга Да Они Гораздо Больше Имели Возможности Забить Гол Чем Мы Да Почему Если Играет Две Команды Значит Достойные Если мы Играем Дома У себя Мы Не Должны Позволять Сопернику Создавать Такое Количество Моментов Вот И Поэтому Разговор Был Достаточно Жесткий Вот На первых Минутах Мы Совершаем Целую Серию Нарушений Совершенно На ровном Месяц Совершенно Которые Ну Не Нужны Не Нужны Эти Нарушения Не Нужны Эти Штрафные Вот Тот Штрафной Который С Которого Забили Первый Гол Который Не Засчитали Вообще Ну Так Нельзя Играть Там Драгун Значит Нарушил Правила Не Трогай Ты Этого Форварда Оставь Его В Покое Зачем Ты Его Трогаешь Да Вот Если В спокойной Ситуации В Элементарной Ситуации Или В такой В товарищеской Игре Или В игре Где Результат Не будет Иметь Такого Значения Он Не Будет Нарушать Правила Он Не Совершит Вот Это Нарушение Так И Остальные Сергей Вот Вы Разбирали Эту Игру Когда По-моему Драгун Бил Во втором Тайме Там Игрок В волейбол Сыграл В своей Штрафной Площади Я Не знаю Как Это Руки Считать Или Стоит Отмечать Просто У меня Вопрос Более Широкий Что Творится С нашим Судейским Корпусом Просто Убивают Команды Которые Снизу Вот Нас Убили Матчи С Питером Аланию Убили Матчи С Питером Мордовия Со Спартаком Вукович Играет В волейбол Просто В штрафной Площади Мордовия Когда При подаче Углового Судья Вообще Не реагирует Ну Нет Эпизода Там Вот Ростов Сегодня Пришли Матчи С ССК Ну Эпизодов Много Почему В одну сторону Что это Деньги Опять Беспредел Как Как С этим Можно Бороться Вот Господин Кадыров Высказал Своё мнение Его Почему-то Осуждать Начали Хотя Он Высказал Мнение Большинства Болельщиков Потому что Болельщиков Болельщиков Не обманешь Стадион Кричат Судья Хороший Человек Так Ну Тема Она Такая Острая И хроническая Хроническая Она Такая Многолетняя Это уже Сложившаяся Такая Практика Которая Ещё Тянется Со времён Союза Вот И Она Всем тем Кто Работает Непосредственно В футболе Хорошо Известна Вот И Конечно же Вот Те Случаи Которые Происходят Раз за Разом То там То здесь Они Вызваны Тем Что Люди Находящиеся Внутри Они Всё Очень Хорошо Понимают В чём Где Природа Где Корень Зла Если бы Это Не было бы Связано С Какими-то Там Преднамеренными Действиями Судейских Судейского Корпуса То Тогда бы Реакция Тоже Была бы Более Спокойная Что Ли Больше Всего Задевает Те Случаи Когда Ты Видишь Что Судья Преднамеренно Судит Против И Даже Если Он Судит Против Твоей Команды Но Судит В рамках Какого-то Приличия Всё-таки Есть Да Вот Какие-то Нормы Переступая Которые Незначительно Человек Говорит Да ладно Бог с ним Да Нравственная Гигиена Должна Быть Да Но Когда Беспредел Вот Он Он и Возмущает Понимаете Когда Когда Превышает Когда Переходят Все грани Да Вот Ну Чё У нас Нормальные Отношения С Сергеем И допустим Я могу В некоторых Случаях То что Там Кому-то Не прощу На кого-то Обижусь Да На его действия Я могу Закрыть глаза Да Это В человеческом Общении Это норма То же самое В судействии Можно Закрыть глаза Там Когда Там Как Как Как-то Он Ну Где-то Ну Подсвистнул Он Там Питеру Там Ещё Кому-то Там Ну Ради бога Нет проблем Но Когда Он Ну Так Сказать Самым Наглым Образом Назначает Одиннадцатиметровый Там Где Значит Мяч Находил Игрок Находился За пределами Штрафной Площадки Там Где Вообще Не было Никакого Нарушения Здесь Уже Явно Переступается Вот эта Вот грань Которая Говорит О том Что Я Здесь На поле Главное Действующее Лицо Я Хочу Чтобы Вот Было Так Главные Действующие Лица На футбольном Поле Это Игроки Не тренеры Никто Это игроки Вот они Выходят На поле Вот И они Должны Играть По Одним Правилам Правил Должны быть Одних И условия Борьбы Они должны Быть Хотя бы Примерно Приблизительно Равны Вот У нас У нас К сожалению На сегодняшний День Так 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 Все Сложилось Что Значит Судьи Определяют Результаты Многих Матчей И они Претендуют На это Понимаете Они Претендуют На это На то Чтобы Определять Результаты Матчей Я Димон Слимович Первая часть Нашего Разговора Подходит К концу Да Ну Вот Вы Говорили об этом Да Но не Произнесли Слово Да Но самое Тревожное Отвратительное В том Что Судья Не независим Да Такие же Ошибки Допускаются Во многих Европейских Чемпионатах Но когда Судья Не обвиняется В пристрастности В зависимости В подчиненности Чему-то И кому-то Да Это можно Понять У нас Судья Да Выполняющий Как бы Заказ Да И Это очень Страшно Тем не менее Десятого Десятого Мая В 20.00 Последний матч На Лужниках Интересно Кто не знает Первый матч На стадионе Лужники Забил футболист Команда Крыльцоветов Которого Звали Вадим Редкин Очень бы хотелось Чтобы Последний матч На стадионе Лужники А Крылья будут Играть Последний матч Перед реконструкцией Забил тоже Игрок Крыльцоветов Максим Вы еще зададите Свой вопрос А сейчас Прогноз на матч До нашего Самого Проницательного Болельщика Спартак Крылья Советов 2-1 проиграем 20.00 Лужники Последний матч Спартак Крылья Советов Болеем И ждем Достойной игры Прежде всего И встречаемся На южной трибуне АПЛОДИСМЕНТЫ